Привет фотошопера, меня зовут Ростислав, сегодня хочу поговорить с вами о 3D графике в фотошопе. В целом это довольно-таки редкое явление, потому что все привыкли, что фотошоп это в первую очередь программа для обработки фотографий, и 3D там постольку поскольку. Сегодня мы будем превращать обычную фотографию из 2D объекта, из банальной плоскости с пикселами, в полноценное 3D пространство, по которому вы сможете путешествовать, анимировать и создавать вот такой эффект. Уверен будет очень интересно, поэтому присаживайтесь поудобнее, погнали! Работать мы сегодня будем на ноутбуке Asus ZenBook Pro Duo. Это действительно уникальное устройство, оснащенное сразу двумя 4К OLED-экранами. Это очень облегчает процесс работы, потому что вы можете на основном своем экране расположить тот же самый фотошоп, а на дополнительном расположить туда телеграммчик, палитры из фотошопа, какие-то референсы, сайты. И это действительно ускоряет работу, потому что вы не загромождаете свое рабочее пространство. Также он оснащен очень мощным процессором Intel Core i7 9-го поколения, потрясающей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 гигабайтами оперативной памяти и сверхскоростным SSD накопителем, что нам очень поможет в процессе данной работы, потому что любая задача, связанная с 3D графикой, требует неплохой такой производительности от вашего устройства. И я очень рад тому, что этот ноутбук меня не подведет сегодня. Ну а теперь давайте разбирать, как же все-таки создать этот потрясающий 3D эффект. Переходим в фотошоп. Для начала нам потребуется открыть фотографию, с которой мы будем работать. Я взял снимок туннеля. И что мы будем делать поэтапно? Во-первых, нам необходимо для фотошопа указать перспективу, то есть как у нас строится кадр, если представить, что это был бы 3D объект. То есть у нас есть фотографии, и нам нужно фотошопу сказать, где у нас должны быть стены, под каким углом, с какого ракурса мы снимаем и так далее, для того, чтобы он разобрался в целом в этой фотографии. Это первый этап. Затем мы уже начнем переводить это все в 3D объект, анимировать, поэтому начнем с первого. Чтобы указать фотошопу, что это у нас 3D пространство, нам необходимо нарисовать перспективу. Делается это очень просто. Переходим сверху в панель меню в раздел фильтр, и здесь выбираем исправление перспективы. Вы можете использовать не только фотографии с туннелями, но для наглядности вам будет понятнее, если вы возьмете что-то, у чего есть четкие линии сведения перспективы. Если вы смотрите вдаль, у вас должна быть одна точка, куда все линии сходятся, или под углом, как угодно. Главное, чтобы вы понимали вообще, как эти линейки строятся. Показываю на более простом примере. Приближаюсь через Ctrl+, потому что Alt колесико здесь не всегда работает. И теперь мне необходимо поставить опорные точки. Выбираю вот здесь слева инструмент, создать плоскость. Размер сеточки проверьте, чтобы у вас стоял 20. Иногда он слишком большой, и у вас от этого будет глючить программка. Теперь кликаем в верхнюю точку, затем нажимаем в нижнюю точку. Желательно, чтобы ваша линия была максимально ровной, максимально вертикальной. И аккуратненько прицеливаемся, кликаем повторно. Теперь нам необходимо отдалиться. Нажимаю Ctrl-минус, либо Command-минус на маке. И теперь я отвожу еще немножечко дальше. Мне необходимо взять захлестом эту фотографию. Поэтому увожу назад, смотрю, чтобы у меня нижняя линия стеночки совпадала с моей линейкой. Кликаю. И теперь поднимаю свою линию ровно, перпендикулярно вверх, чтобы у меня совпала вот здесь вертикаль, и диагональная линия, чтобы у меня все было ровненько. Чем качественнее вы сделаете первый этап, тем лучше будет ваш эффект потом. Кликаю. Теперь обратите внимание, вот эта линия стала красной. Это значит, что у нас программа протестует против того, что мы сделали, и нужно немного скорректировать перспективу, иначе результат будет плохой. Как это делается? Мы выбираем с вами инструмент. Редактировать плоскость, это клавиша V. Нажимаем в опорную точку и смещаем ее до момента, пока программа не подсветит нам синюю плоскость. Когда все готово, вы можете отпускать мышку, и теперь нам необходимо приблизиться к центру. Мы сейчас будем создавать остальные плоскости. Делается это очень просто. Нажимаю клавишу Ctrl, у меня выбирается соответствующий инструмент, и навожусь на центральный маркер. Затем я линейку вывожу вправо. Тем самым мы создаем самую дальнюю плоскость, которая нам нужна. В этом фильтре очень важна производительность, ребят. Поэтому, если ваш компьютер будет подтормаживать, знайте, это нормально, потому что действительно очень большие мощности здесь затребуются. Теперь отдаляюсь, и мне необходимо опять навестись на центральный маркер, нажать Ctrl и вытащить его. Тем самым у нас сформируется еще одна стена. Если вы немного ошиблись, вот здесь в расчетах, ничего страшного, в дальнейшем можно будет поправить. Теперь кликаю на нижнюю стенку, нажимаю Ctrl и вывожу ее. Все делаем с захлестом. На верхнюю стенку и теперь ее. Замечательно! В принципе, то, что у нас здесь небольшие проблемки появились, это не столь страшно, потому что у нас сама фотография чуть-чуть кривовата. Но если же вам потребуется ее исправить, у вас здесь есть манипуляторы, которые позволят вам немного исправить угол стенки. Можно ее скорректировать, но я сейчас этим заниматься не буду, для того, чтобы не испортить всю работу, нужно будет отдельно корректировать правую плоскость, и затем нижнюю, и верхнюю, это важно. Теперь, когда вы с этим закончили, важная штука, вам необходимо слева посмотреть на менюшку. Вы увидите вот эту кнопку, которая называется настройки. И тут вам нужно выбрать возврат 3D слоя в Photoshop. Там на английском Return 3D Object to the Photoshop. Кликаем. После того, как вы это сделали, программа зафиксировала, что вы сейчас указали 3D пространство Photoshop'у, и он создаст новый слой в 3D сцене. Нажимаем ОК. Компьютер немножко подумает. У вас снизу есть статус бар, можете смотреть на него. И теперь у вас появится окошко, которое запросит создание нового слоя. Здесь у вас спрашивает единица измерения 3D объекта, выберите здесь пикселы. А по X, по Y, по Z ничего не трогаете, оставляете все так, как есть. Нажимаете ОК. Здесь вы тоже нажимаете ОК. И теперь целая куча всплывающих окошек о преобразовании цветового профиля, потому что каждая фотография у нас будет с отдельным цветовым профилем. После того, как вы прокликали везде ОК, у вас появляется 3D пространство Photoshop'а. Мало кто с ним знаком, сейчас постараюсь вам на пальцах объяснить, что у нас где находится. Справа у нас палитра слои и отдельная менюшка 3D, которая обозначает у нас все элементы, вроде как света, камеры, которые мы будем навигироваться по пространству, и к каждой фотографии отдельно. Фотографии обозначаются вот такими маркерами с цилиндрами. Нажимаю, могу спрятать. То есть это у нас правая стенка, затем это у нас левая стенка и так далее. Я думаю, вы понимаете. Камеры, которыми мы будем пользоваться, называются текущий вид и Photoshop камера 0. Сверху у вас находятся инструменты навигации, чтобы вы приближались, отдалялись, вращались и так далее. И слева, снизу у вас еще. А ниже просто продублированы для вашего удобства. Вот этот маркер, это источник света. Мы его совершенно не трогаем в нынешнем занятии. Теперь, что нам необходимо сделать? Мы должны выбрать инструмент Slide, который позволяет прокручиваться нам вперед. Но для этого важно. Вы должны выбрать камеру, которая называется текущий вид, либо Photoshop камера 0, без разницы абсолютно. Затем выбираем вот этот инструмент, который называется Slide. Он у вас будет только в том случае, если в панели инструментов у вас выбран инструмент перемещения. Теперь, зажав левую кнопку мышки, я могу перемещаться по фотографии. Либо, если вас не устраивает, как Photoshop здесь перемещается, вы можете выбрать Photoshop камера 0 и уже с помощью нее передвигаться. Чем большая чувствительность вашей мышки, тем сильнее будет заметно то, насколько вы дергаете экран. И вы можете теперь заанимировать приближение, либо отдаление по вашей фотографии. Также вращение, можете двигаться от стенки к стенке. А вот этот второй маркер, он отвечает за панорамирование, чтобы вы двигались вверх, либо вниз. Также вы можете его найти вот здесь сверху в панели меню, для того, чтобы вы могли смещаться выше или ниже. Вся суть этого эффекта заключается в том, что вы имитируете 3D пространство, и Photoshop приближает вас к центральной точке, попутно размывая все, что находится по бокам, преобразовывая это в плюр, по факту. Продолжение следует... Сейчас нам необходимо сделать анимацию для всех этих вещей. Делается это очень просто. Вам необходимо открыть палитру шкала времени. Это в разделе окно, и здесь вы найдете шкала времени, либо таймлайн на английском языке. Открываем ее и нажимаем создать шкалу времени для видео. Важно, это только в новых фотошопах, в старых у вас будет один таймлайн покадровый. С ним тоже можно работать, но намного тяжелее. Поэтому выбираем здесь шкалу для видео. Теперь в таймлайне мы с вами увидим следующую штуку. У нас будет графа темп. Это как раз таки название нашего файла, нашего проекта созданного. Нажимаем здесь на стрелочку, и мы увидим все параметры, которые относятся к нашей работе. То есть позиция, непрозрачность, то, насколько мы выше, дальше, какие у нас стили. Мы все это можем анимировать, используя функцию часика. Сейчас попробуем с вами анимировать приближение к объекту. Для этого нам необходимо найти графу положения 3D камеры, кликнуть вот здесь на часики, и у нас появится маленький маркер. Это значит, что мы установили ключевой кадр. Тем самым мы зафиксировали, что на первой секунде, то есть на первом кадре, грубо говоря, мы находимся с вами в этом положении. И нам необходимо отмотать конец и зафиксировать положение, когда мы будем уже вблизи. В итоге наша анимация будет идти от первого кадра к последнему, то время, которое здесь написано. В нашем случае 1 секунда это 30 кадров. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было 4 секунды, идем на четвертый фрейм. Вот сюда кликаем. Затем мы должны приблизиться, используя любой из выбранных инструментов. У меня мышка очень чувствительная, поэтому я не могу прям очень точно это делать. Прошу прощения за неудобства. Замечательно. А теперь мне необходимо еще немножечко панорамирование подвинуть. Вот здесь выбираю функцию панорамирования и сдвигаю. Отлично. Теперь, как вы видите, у нас автоматически создается ключевой кадр, как только вы делаете действие, связанное с приближением, то есть связанное с положением 3D-камеры. И теперь мы можем с вами немного сократить видеофайл. Наводимся вот здесь на границу и сокращаем его левее. Можно даже один лишний кадр добавить справа. Вот. Теперь супер. Что мы делаем дальше? Мы отдаляемся в начало и запускаем через пуск слева на шкале времени воспроизведение нашего ролика. Теперь мы четко видим, как у нас идет процесс анимации, как мы приближаемся к нашему 3D-объекту. Что еще из полезного вы можете сделать? Вы можете смещать вот эти ключевые кадры, если захотите ускорить анимацию. Теперь у нас будет не 4 секунды идти, а 2. Уже намного быстрее. И еще. Фотошоп не был бы фотошопом, если бы у нас не было возможности работать со слоями. К примеру, я могу сейчас отключить фоновый слой, создать абсолютно новый, либо поместить фотографию, давайте красный, для наглядности. Размещаю его под нашим 3D-объектом, затем возвращаюсь в 3D-палитру, заливку цветом по таймлайну я тоже сдвигаю левее. И когда я вернулся обратно к своему 3D-объекту, я нажимаю на таймлайне, на вот эту кнопочку, чтобы у меня программа понимала, с каким именно 3D-объектом я работаю. И я могу сейчас найти свою заднюю стенку и отключить ее. Как вы можете это использовать? К примеру, вы можете сзади поставить какую-то отдельную фотографию, вроде мира, допустим, у вас идет туннель, и сзади свет яркий, который лупит солнцем прямо на вас. И вы можете комбинировать просто несколько изображений в одно и анимировать их одновременно. Это очень удобно. И каждая стенка у вас, из-за того, что вы ее обозначали как плоскость, абсолютно отдельными слоями обозначается. Поэтому все очень гибко, интуитивно. И также вы можете использовать корректирующие слои, эффекты, все-все-все, как и ранее. Ну что, друзья, вот мы и разобрали, как можно создавать классные 3D-эффекты в фотошопе. И я думаю, что теперь вам стало немного более понятно, как в целом работает 3D-пространство в фотошопе. Я очень надеюсь, что данный ролик вам понравился. Если это так, то обязательно загляните в описание, там будет ссылочка на сайт Asus Studio. Там регулярно выходят ролики по обработке фотографий от многих авторов и по монтажу видео. Уверен, что вы найдете очень много полезной информации для себя. Также не забывайте поставить лайк под этим видео, подпишитесь на канал и очень важно, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные ролики. На этом у меня все. С вами был Ростислав. До скорых встреч.